Ссылка на книгу в описании под видео. Общая. Отставка Берии и отставка Хрущева. Берию Хрущева в партии наверху подозревала в диктаторских амбициях. Обоснование. Берия чрезмерно усилился. Например, он объединил МВД, милиции, МГБ, госбезопасности, возглавил объединенные МВД, то есть всех силовиков, кроме армии. Усиление Берии многим воспринималось как нарушение системы сдержки противовесов. В ответ партии Хрущев, Государственный аппарат, Маленков и армия Луков объединились против МВД Берия и свергли Берию. После ареста и казни Берии в 1953 году органы госбезопасности были выведены из МВД в отдельную структуру под названием КГБ, а КГБ подчинили напрямую Центральному комитету партии. Хрущев также чрезмерно усилился. Например, сначала он занял пост 1-й секретаря ЦК КПСС, затем занял также пост председателя Совета Министров СССР в 1958, то есть замкнул на себе управление и партией, и государством. Усиление Хрущева многим воспринималось как нарушение системы сдержки противовесов. После отставки Хрущева пост 1-й секретаря ЦК КПСС занял Брежнев, а пост председателя Совета Министров занял Косыгин. Второе. Берия нарушал принципы коллективного руководства. Например, он единолично начал проводить реформы, такие как амнистия заключенных, прекращение репрессий и так далее. На заседаниях в президиуме ЦК КПСС Берия вел себя разнузданно, грубил, показывал свое превосходство. Хрущев также нарушал принципы коллективного руководства. Например, он правил на основе волюнтаризма, то есть без учета мнения коллег и специалистов, в частности, развернул дорогостоящие провальные компании по освоению целины, насаждению кукурузы и так далее. На заседаниях в президиуме ЦК КПСС Хрущев вел себя разнузданно, грубил, показывал свое превосходство. Ссылка на книгу в описании под видео.